приветствую вас дорогие подписчики и зрители канала с вами вампир и я продолжаю проходить игру под названием assassin's creed roll и давайте продолжим давайте отправимся на очередной сюжетный квест так как я помню в предыдущей серии мы с вами улучшили корабль лучше ли именно бортовые орудия осталось нам улучшить обязательно корпус остальное не столь важно вот корпус это обязательно надо бы вполне проплывем да вижу вижу шо таранит там груза чтобы письмо проехать а кстати фитара не до конца лучшие ранга тоже надо лучше до конца в общем посмотрим нет смысла на него нападать с него даже нечего взять что 10 металла слушать я родить а это союзника это это союзник не знаю можем в принципе напасть крест не буду его трогать уже приступим во славу божия великий магист белый рендри мертв координаты у меня я знаю куда направляются ассасины что ж поспешим да надо поспешить медленно нельзя то я думаю мы так опоздаем нашли еще одну святыню дальний север март и сейчас они рухнут если и нашли то еще не трогали как благородно время еще есть мастер гист ждите я пойду с шеем сэр при всем уважении вы уверены как великий магистр ордена я должен довести это дело до конца и увидеть как пойдет братство ахиллеса если ассасины и вызовут землетрясения жертв хотя бы будет немного красивых ником уничтожить святыню заберитесь до экспедиции ассасинов с него по колено обалдеть было бы красиво нибудь так чё там с ним холодно да прикольно кое-где лед совсем тонкий ну понятное дело здесь лучше не плавать иначе мы тут мгновенно просто замерзнем так чё тут вверх ладно вверх лезть а ты чё не полез то чё я один лезу а вон уже и кораблик виднеется нашего врага слазит уже что то есть люди никого не вижу ахиллес привел немало людей я думаю что он полагает будто все выживут это же сотни но их все равно все будем держаться тихо и не станем лезть в драку то есть пошел здесь не вряд ли тебя узнают пойдем нанесем и уберитесь до храма если бесполезно резко сено да ладно тебе показалось все не спалил меня так значит действуем тихо сейчас вот этот отвернется только свистим вот этого убьем блин этот заметил как неприятно вы смешно как они глупо погибают так все больше такого нету ружье обойдусь так стрелок вот от него первым делом надо избавиться дротики сейчас он тут наделает шумом все отлично так спокойно гордо идет давай убивай тоннах палил что стоп и сюда прекрасный курсом разбираются друг с другом и пока будут вы припас пополню вроде бы конечно говорились никого не убивать действует по стелсу вообще но как-то не смогли всех перебили да ладно не смешно под снегом казался а тут можно было еще их отвлечь порох взорвать тут много способов я думаю можно было купить 6 я найду другой путь вот самое главное как вот этот обвал они не услышали вот это не любопытно но да ладно иди сюда дурачок и что так вот сейчас мы усыпим это можно было их сразу просто двоих убить у меня сейчас спалят эти двое греются сидят на просто так на мы подойдем ухал тут их уже много какие-то руины прям во льдах блин прикольно все это выглядит ой походи так в воду упадем началось давайте от стрелка избавимся не ори для действительных тут очень много все красавчик он тут всех перебил зачем ты выбросил карту эти боеприпасы попросил взять они похоже не могут попасть на эту сторону не поворачивайся водопад что ли где-то очень громкий звук да дурачок купается ай ну ладно тут не звук ты не сдал вот на тебе не вылазь из воды тихо 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 начал давайте от вот этих двоих избавимся берутся нет хорошо жрать ух прям одновременно заключали все отлично теперь куда-то наверх а я тут не смогу подняться а ну можно вон там подняться стены прям очень похоже я вот честно не помню как назывался храм в третьей части ассасина но там такие стены были в конце игры там тоже по какому-то храму я лазил почему очень долго я лазил не дай бог сейчас я тут тоже буду лазить а то есть он не показал пример вот что будет с тобой если ты залезешь вот этот луч надо добраться вот такие места я честно говоря не люблю тут легко запутаться и похоже мне куда-то вниз тут и не могу подняться ах так у меня выбора особо нету придется сюда прыгать я не могу нажать туда ничего не могу нажать ну-ка а как вот тут то быть так туда и допрыгнул в общем не надо вправо как я понимаю а это значит он выстреливает и в принципе уже сейчас можно прыгать ого подожди подожди тут тоже какие-то лучи как дальше будет так тут у меня вверх поднимает тут опять все лучи были я хотел немножко левее подвинуться чтобы я смог быстро прыгнуть а вот я из этого получил очень даже неплохой ожог а что он до сих пор от дым от меня и пашет ну повезло что я не сдох так что теперь тут а вот эту колонну залазить потом видимо вон туда в принципе все понятно ну да сказал все понятно и сдох там надо было внимательно посмотреть как правильно быть в общем там прыгаем на камень а дальше там надо видеть там влево дальше но тут мешает луч тут надо подобрать время вот оно время можно сказать тихо не влево только не влево твои налево а только не влево твои налево а как быть тут ниже получается надо так удерживайтесь шифт и пробел фух получилось двигайтесь до сердца храма влево ух попались вы сразу они тут вдвоем оказались слушай это похоже конец игры уже ничего не трогай шей был прав что он знает очевидно больше чем я а наконец-то ты понял ахиллес это не оружие предтеча средства сохранить мир всех этих бедствий могло и не быть послушай ты меня тогда ты все такой же дерзкий да это наша заслуга все же ты предал братство ахиллеса и меня что я слышу от стрелявшего мне в спину в поместье то был шевалье он мне не ровно лаю мне ну вот увидел что я наделал как-то надо убегать отсюда а и так тут все получилось этот старик за стариком бежал а я за своим другом убейся лайма убейся лайма ух ты тут еще препятствия будто на моем пути ух ты ух ты тихо 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 чуть не продавили ай собака что мы снизу можем пойти а на храм все сейчас развалится ну прыгай прыгай дружище мы сейчас утонем теряю цель да вижу что теряю да вижу что теряю давай же как он далеко убежал от меня стой зараза все равно догоню а опять я вниз куда-то падаю так не касайтесь энергетических лучей лайм не должен в вас попасть прыгай тогда быстрее ну все дополнительное задание мы не выполняем задание мы не выполняем жевалье об этом позаботимся тебе ее не найти ай тихо тихо назад так в общем успеть прячься прячься мне жаль это ты сделал отвечай тихо мне пришлось да блин а да главный стреляет еще лучше сраный вот он выстрелил бегом вот вниз полез не приматил лучи напомнили звездные войны прям там такое было тихо 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 тих Ассасинов. Затем всех, кого знал. Перешел в лагерь врага. Зачем? Возможно, так и есть. Чтобы спасти мир. Надеюсь, оно того. Стоило. О, книженку. Забираю. Ну и теперь остается узнать, убил ли тот старого. Если он его убил, то, в принципе, конец игры. К сожалению, опять же. Доберитесь до своего корабля. А так, по сути, в принципе, да. Уже игра подходит к концу. И делать нечего нам тут уже. Форты мы все захватили. О, тут бой идет, вы поглядите. Нет! Почему? Ахиллес теперь не опасен. Наставник, без учеников. Какой мир мы хотим построить, если сами не милостивы? К тому же, теперь он понимает, насколько опасны эти святыни. Без него ассасины могут продолжить поиски. Убедительно. Точно. И вот, это получается как предыстория перед третьей частью. То есть... Или нет, или что-то я путаю. Просто потом... К этому старому... Не забывай, что здесь случилось. Не забуду. К вот этому старому, который сейчас... Валяется... А вот мир заходит. К нему пришел вот... Наш главный герой. С третьей части. Точно, блин. Я как-что тут взаимосвязано. Мастер Гист будет отвечать за поиски оставшихся ассасинов. Мастер Уикс и остальные помогут ему. Ахиллес потерял все. Он не покинет поместье. Да. Шей. Поиск святынь-притечь подошел к концу. Но мне нужна шкатулка. Найди ее ради ордена. И ради меня. Она может оказаться где угодно. На поиски уйдут годы. Может и вся твоя жизнь. Ты готов к этому? Я рад. Невероятно. Кто бы мог подумать, что Шей так силен. Теперь у меня есть все, чтобы выполнить нашу задачу. Финал, болванчик. Ты должен загрузить память Шея. Но не в Хеликс. Я хочу, чтобы кое-кто увидел, что мы тут нашли. Я думал, что все, конец. Сейчас титры пойдут. А нет. Говорят, идите в подвал. И опять занимайте фигней взломойте сервера. Ну ладно, ничего. Поехали. Этаж Б. Поехали. В качестве награды за твои услуги я даю тебе третий уровень доступа. Отныне для тебя открыты все двери. Умно этажа Б мы никогда еще не были. Целью ассасинов был мир. Но с веками эта цель превратилась в более опасную свободу. Дьявол, что такое? Маленькая неполадка. Что за... Вот, следуй за этими огнями. Следуй за огнями. Пойдешь на свет, не умрешь. Разве я тебя подводила? Чего, пойдешь не на свет? Скорее, болванчик. Все зависит от тебя. Коммуникатор должен заработать. Что происходит вообще? Я не понимаю. Ассасинов еще существует. И по-прежнему преследует свою глупую цель. Я, Томплиер, я защищаю мир от ассасинов. Сегодня ты помог мне в этом. Так, а что надо сделать? Восстанови сервера. Ага, спуститься вниз. Блин, а реальные сервера. Вот, что мне нужно. Так, опять мы этой фигней занимаемся. Надо вспомнить управление тут. Так, и... Нет, мне нужно другую. Вот, все. Отцеберг, звезда тренировочной программы Анимус. Давай покажи, на что способен ты, выскочка. Как скажете, мастер Кросс. Похоже, я уже чему-то научился. Вы согласны? Ха-ха-ха-ха. Что смешного? Я ошибался. Ты не выскочка. Ты просто полный идиот. Да ну? Твое тело и разум, они больше не твои. Понял? Остались только голоса. У меня нет побочных эффектов. Моя работа в Анимусе была тщательно... Нет, нет, нет! Мои голоса призраки. Они мертвы. Поэтому лишь повторяют одно и то же. Одно и то же. Одно и то же. А вот твои никогда не умрут. И теперь ты принадлежишь им. Я лишь смиренный слуга Ордена. Ты вообще больше не человек. Ты инструмент. Оружие. Игрушка. Мы закончили. Их новый мировой порядок не оставит места таким, как мы! Нифига непонятно. Да ладно, что происходит? Что это значит? Непонятно. Ты превзошел все мои ожидания. Загрузите историю шеи. Загрузи память шеи в сеть ассасинов через этот терминал. Это куда надо загрузить? Наверх. Ага, видимо вот сюда. В наши дни ассасины слабы. Рано или поздно я поймаю всех до единого. И убью. Но просто смерть это слишком легко. В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт. Погибли тысячи. Выведи его. Я хочу, чтобы они осознали, насколько слабы. Я хочу, чтобы все увидели их страдания. И в тот день, когда мы встретимся, они будут умолять меня о смерти. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Мой план работает. Для тебя у меня больше нет заданий. Однако, история шеи не окончена. Я прошу тебя досмотреть ее до конца. Что происходит вообще? Я просто сижу так именно все это выслушиваю и думаю, что? Что происходит здесь? И да, я тоже темплиер. Уже много лет. Ты нам очень помог, я тоже темплиер. Чего? Так, ладно, давайте вернемся. И, как говорят, еще история не окончена. Если это действительно так, то я очень рад. Один кусок памяти шеи остался непросмотренным. Ага, то есть еще один кусок остался. Надо вернуться. Да, цель у меня вернуться к компьютеру. Когда ты досмотришь историю шеи, твоя жизнь изменится навсегда. Ты должен закончить все дела перед тем, как войти в анимус. Да у меня особо и нет дел. Все, верните меня обратно. Прямо интересно, что же дальше-то ходило. Декабрь 1776 год. Шесть лет прошло с того момента. Какой декаданс. Удачи вам, бачка. Ё-моё, такие красоты. О, Шей, вы явно готовы к аудиенции. Возможно, вас примет и сам король Людовик. Сомневаюсь, что меня впустят в покой короля. Но я здесь только чтобы повидать делового партнера. Да, я слышал, что сегодня тут будут торговцы. Может, они придут на мою научную демонстрацию? Они могли бы что-то для себя подчеркнуть, хотя рассчитывать на них я бы не стал. Я ухожу. Спасибо вам, мастер Франклин. Теперь найти Шарля и чертову шкатулку. Проникнется в Версальский дворец. Так, оружия у меня нету, только клинки скрытые. Так, давайте внимательно осмотрим. В наглость, что ли, заходить? Потому что я тут не вижу ни одного открытого окна. Хотя, подходи, вот балкон. Ну, тут есть, но они закрытые. 32 тысячи у меня в банке. Это он, Шарль Дориан. Ну, я думаю, меня туда просто так не пропустят, да? Простите, месье, дворец сейчас закрыт для посещения. Приходите завтра. Слышь, мужик, это сейчас... Но у меня там встреча. Тогда бы вы уже были там. Приходите завтра. Это я тебе сейчас сказал, вгоню вот этот светильник кое-куда. Что делать? Ему повезло, что я знаю другой путь. Да, тебе явно повезло. Что я сказал, я бы это сделал. Проникнуйте, где тут кто-то тебе проникнует? А, во, тут открыто. Ну, тут перелезь. Отлично. Мужик, ты что? Кто каш? Так, давайте уже залезем наверх. Подтягивайся выше. Во. Кто-то тут нам любезно оставил дверцу открытую. Да и слази. Узнайте, где проходит секретная встреча. А, так. Дверь открывать я не могу. То есть, я могу уходить только там, где открыты двери. Тут, все, повсюду враги. Да как они мне палят? Ты, а, лё? Ну, то есть, скалу перепугу я такой прям выделяющийся из всей толпы. Чем я отличаюсь от обычных вот этих людей? Липон, мать. Мне легче перебить, наверное. Ну, тут неспроста столько много людей. То есть, специально надо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Да-да-да, давайте вместе с вами я буду разговаривать Чтобы меня не заметили Хотя я с вами пообнимаюсь только, чтобы меня не заметили Падла стоит Ладно, вроде там книги рассматривать Тихо Главное нам не убивать его Блин, да чего я тут не могу залезть повыше Не могу Но ведь он меня заметит, если я спрыгну Придется убить Извини У меня другого выхода не было Вадим, мне что не наверх надо? А, мне вниз надо было, а то я хотел залезть наверх Видел, какие у них были глупые лица Я Арно Элиза Я пришел сюда с отцом Я тоже У него важное дело к королю А что делать теперь? Вот, где ты, а? Да что ты делаешь же? Заходи давай А что делать теперь? Ну вот, получается где-то здесь Тихо Тихо Ладно, идем Пока не смотрит на мужика, который моет пол Ага Все, нашлось место Если надо, я отдам за этот артефакт жизнь Ну это еще проверим Отдашь ты жизнь или нет Ну это еще проверим, отдашь ты жизнь или нет Но Старый Коннор и его ассасины Революция в Америке спутала вам карты Быть может нам просто стоит начать свою революцию А куда ты стоешь уже все? Ты трупец Стоять за принципы нашего ордена И все, что нам дорого Не раскрывать наши секреты И суть нашей работы До самой смерти Любой ценой Вот моя новая кредо Я Шей Патрик Кормак Тамплиер колониальной Американской ложе Я стал старше И возможно мудрее Война и революция закончились Но новое Уже близко Да направит нас Отец понимания Да все, и на этом Заканчивается Ассасин Скрит Рог Ну что я могу сказать Это все старый добрый ассасин Который Мне очень понравилась Эта часть Никаких тут минусов я выделить не могу Все было шикарно Почему я назвал старый добрый ассасин Потому что он От старого предыдущих Нет скажем так От старых предыдущих частей Ничем не отличается Но все же Тут сделано Шикарная оптимизация Все шикарно сделано Гладко Превосходный сюжет Замечательный В общем Хорошая часть получилась Мне понравилась Надеюсь вам тоже Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Оставляйте комментарии Ну и всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok